Если мы выведем качели из положения равновесия и отпустим их, они будут качаться с определенной собственной частотой. Чтобы раскачать качели посильнее, надо подталкивать их с такой же частотой, и тогда периодические внешние толчки попадут в такт с собственными колебаниями качелей. Сделаем опыт с качающимся маятником. Отведем его в сторону и отпустим. Маятник качается, делая 48 колебаний в минуту. Значит, собственная частота его колебаний равна 0,8 Гц. Мы подвесили маятник к генератору механических колебаний. Пусть генератор тоже работает на частоте 0,8 Гц. Посмотрите, как быстро и сильно раскачивается маятник. Раскачка собственных колебаний системы внешней силой, действующей на той же частоте, называется резонансом. Остановим маятник и уменьшим частоту всего на 0,1 Гц, до 0,7 Гц. Маятник пытается раскачаться и тут же останавливается. Ведь теперь внешние толчки уже не попадают в такт с собственными колебаниями маятника, и раскачать его не удается. Наверное, вы все слышали историю о том, как рота солдат маршировала по мосту, мост стал раскачиваться в ритме этого марша и обрушился. Оказывается, такие катастрофы происходили не раз. И конструкции, такие как мост или крыло самолета, обычно обладают целым рядом собственных частот. И на каждой частоте может происходить резонансная раскачка колебаний. Для примера возьмем обруч из упругой ленты и установим его на генератор колебаний. Будем постепенно увеличивать частоту колебаний, начиная с одного герца. Частота поднялась до пяти герц и обруч вошел в первый резонанс. Идем дальше. Частота поднялась до 18 герц. Это второй резонанс. Здесь хорошо видны узлы и пучности колеблющегося обруча. Идем еще дальше. Частота поднялась до 37 герц. Это третий резонанс. Здесь узлов и пучностей стало еще больше. А еще рассказывают, что великий русский певец Федор Иванович Шаляпин силой своего голоса мог разбивать стаканы и бокалы. У бокала есть собственная частота колебаний. Вы услышите звук с этой частотой, если не сильно ударите ложечкой по краю бокала. Чтобы бокал разбился, певцу нужно подстроить частоту своего голоса под собственную частоту колебаний бокала. Стенки бокала начнут резонировать, раскачиваясь все сильнее и сильнее. И в конце концов бокал не выдержит возникающих напряжение. Возьмем два камертона, настроенных на одну частоту и поставим их друг напротив друга. Ударим по одному камертону и зажмем его ножки. Вы слышите звук. Это звучит второй камертон, а ведь мы по нему не били. Дело в том, что первый камертон раскачал колебания своего резонаторного ящика. Этот звук по воздуху возбудил колебания второго резонаторного ящика, а от них загудел и сам второй камертон. Рассмотрим поближе на конкретном примере резонанс зданий. Здание после землетрясения в Мексике. Мы видим, что большие высокие здания остались, а все маленькие развалились. Почему? В чем проблема? А проблема в резонансе. Все решение. Там вот собака порылась. И чтобы понять этот феномен, мы просто можем сделать простой эксперимент с обычным шуруповертом, который подключен через эксцентрик к моделям, простым моделям. Мы можем крутить и мы можем таким образом влиять на вот эти модели. Модели, рабочие модели зданий. Таким образом, чем больше у нас скорость, тем больше резонирует, собственно, площадка. И что мы видим? При разной частоте, при разной вибрации резонируют разные здания, разные высоты зданий. Соответственно, чем выше частота, тем больше резонируют именно маленькие здания. Прекрасно. Таким образом, это приводит к разрушению именно маленьких зданий. Все просто. Итак, почему все горные, все трубы имеют вот такую расширяющуюся форму? И чтобы понять, для чего это, мы взяли вот это, и вещество вот это. Что? О, мой бог! Это примерно 8 месяцев работы. Это первый раз мы взяли. И это застал! И это мы еще сзади. И вот, собственно, еще один пример того же самого, о чем я говорил. Всего лишь нужно подобрать правильную резонансную частоту, и вибрации либо увеличатся, либо прекратятся. И это касается всего зданий, музыкальных инструментов и огромных-огромных колокольчиков. Смотрите, все просто, все налаживается. Но как настраивать здания и огромные купола? Для этого служат слуховые окна и голосники. Об этом мы поговорим в следующих частях. А сейчас просто посмотрите, что происходит. Играет музыка. То есть мы явно понимаем, что это не просто рупорные антенны, а это большие-большие колокольчики. И таким образом широкополосные антенны наверху, либо это вилочковые кресты, либо это так называемые православные кресты, либо иной формы антенны широкополосные через яблоко с ртутью усиливают сигнал. Но они еще и передают вибрацию. И передают вибрацию вниз. И что будет, если вот такие большие колокольчики начнут резонировать? Для чего я это говорю? Почему резонанс так важен? Почему вибрация так важна? Немного терпения, и вы все узнаете. Это лишь первая часть серии видео про звук в прошлом. Серия антенны в прошлом есть. А к чему я это все? Узнаете чуть позже. Пока рекомендую после этого видео посмотреть серию видео про антенны нашего прошлого. А пока буду делать перезалив видео о звуке в прошлом. И это важно. А теперь послушайте и посмотрите видео Дмитрия Капанец, где он показывает, как из вибраций можно получить энергию. Все очень просто на самом деле. Никакого трюка. Посмотрите. Огромный-огромный колокольчик. С разными устройствами. И что внутри? Конструкция купола собора состоит из трех сводов. Первый внутренний свод украшен живописью. Эту роспись мы еще увидим в центре. Его диаметр 22 метра. Средний свод держит световой фонарик с крестом. Между чугунными фирмами внутреннего сводом. Как очень сладко. Сто тысяч бенчеров. Усток и раличных эндорфон. Для акустики и культуры изоляции. Нарушный свод образован железными стропилами. И покрыт мятными золочами листами. А теперь сказали, что там стоят 100 тысяч глиняных сосудов. Ну, керамика, можно сказать. Что такое керамика? Простейший способ экспериментального определения спектра слышимых звуков основан на явлении резонанса. Из этого опыта с резонаторами Гельмгольца видно, как каждый резонатор начинает резонировать, если частота звука совпадает с его собственной частотой. Потоки воздуха, возникающие при этом, вращают индикаторы. Каждый резонатор начинает резонировать, если частота звука совпадает с его собственной частотой. Потоки воздуха, возникающие при этом, вращают индикаторы. Приветствую всех! Представляете, как здорово было бы, если бы мы могли хлопнуть в ладоши и получать электричество. Вы думаете, такое невозможно? А послушайте и посмотрите. Итак, как можно получить энергию из воздуха? Действительно, воздух является непроводящей средой, как и многие диэлектрики. Мало того, многие утверждают, что воздух пронизан эфиром. Но и в воздухе, и в эфире всегда находятся свободные заряды. А нельзя ли сделать так, чтобы сжав воздух или эфир, мы могли эти заряды выжать? Давайте попробуем представить себе некую установку, которая выжимает воздух или эфир. Слоем изоляции, выполненной из файлика, у меня располагается слой фольги. То есть, это одна из обкладок моего пресса для выжимания электричества из воздуха и вакуума. А точнее, обкладка конденсатора. Итак, у меня вот есть одна обкладка конденсатора, чего-то не хватает. Ах, да, второй обкладки. И таким же способом, из кухонной фольги на кухонном столе, я изготавливаю еще одну обкладку. Смотрите, мой пресс для выжимания электричества готов. И я собираюсь с помощью него, вот так вот, выжимать электроны из воздуха. Вот так вот я буду выжимать. Вот так. Ах, да, надо же это дело померить. И у меня, конечно же, есть провода. Я подключаю к электропроводящим обкладкам этого конденсатора проводочки. Вот таким вот хитрым-хитрым образом припаиваю, привариваю, приклеиваю. Ну, короче, засунул и скотчем примотал. И эти проводочки мы, конечно же, должны присоединить к измерителю электричества. Измеритель электричества – это обыкновенный тестер. И в данном случае я использую самую вот такую мощную шкалу 750 вольт переменного тока. Почему переменного? Ну, дело в том, что и эфир, и воздух совершают переменные колебания. И на постоянный ток мне рассчитывать не приходится. Итак, я подключаю наши обкладочки к прибору, который зафиксирует то самое явление, о котором я вам только что попытался рассказать. Итак, мы подключили прибор. И я собираюсь выжимать энергию воздуха. Ну, потому что моя кухня находится в небезвоздушном пространстве, и я буду сжимать вот эту вот непроводящую среду. Ведь если бы она проводила, то моя розетка наверняка бы меня гилла током прямо через воздух, передавая энергию 220 вольт на расстояние. Отложим наш чертеж. Вы его уже срисовали? Обязательно подпись. И проведем этот ужасающий эксперимент. Итак, обе обкладки конденсатора у нас в студии. Так, подвинем их, чтобы вам все было заметно. Приборчик приблизим к вам. И будем хлопать в ладоши. Что это? Даже первые хлопки в ладоши показали 2 вольта. А ну-ка, давайте-ка шкалу немножечко. Уточним. Я переключился на 20 вольт и собираюсь хлопать моим конденсатором, как чебурашка, ушами. И как бы там ни было, я нахлопал из воздуха 3 вольта. Ребята, неужели такая простая установка, смотрите, вырабатывает электричество. Два куска фольги, два провода и два вот таких куска пластика. А давайте попробуем потереть. Может терки больше выдают электричество? Тоже выдают электричество, смотрите. Ведь дело в том, что приблизившись вот эти пластины, начинают растирать воздух, вакуум и эфир в порошок. Ну, а этот порошок состоит из позитронов, электронов, нейтронов. И они разделяются и по обкладкам куда-то стекают. Итак, мы убедились, что обыкновенный конденсатор, вот такой, неполярный, даже самодельный, причем не очень большой емкости. Можно померить емкость этого конденсатора. Кому интересно, посмотрите, как я его буду измерять в другом ролике. Вырабатывает электричество, переменное. Причем это электричество достаточно большое. И, я утверждаю, его достаточно для того, чтобы загорался маленький светодиод. Кто в это не верит, обязательно посмотрите следующий ролик, в котором я это сделаю. Продолжение следует...